Десятки работ, выполненные в одной технике, но настолько разные. Они поражают своей многогранностью, завораживают взгляд. Работы художника, педагога Щелковской детской художественной школы Софьи Дмитриевой и ее учеников отражают весь русский колорит. Будь то цветы или декоративная роспись, храм или усадьба. Здесь славянская берегиня, мать и провожающая на войну любимого, изображены по-разному, но словно объединены одной линией. И все это холодный батик. Его несложно отличить от других техник по четким границам изображения, которые не дают краскам смешаться, создают особенную фактуру. Изначально в этой технике расписывали ткани. Батик издревле существовал в Индонезии и Индии, а в Европе получил свое распространение в 20 веке. Но особенно полюбился в России. Может еще и потому, что истинно русский образ, который художник представляет на своих работах, выполненных в этой технике, необычайен. Батик словно подчеркивает его индивидуальность. Это практически моя родина, школа, которая меня воспитала. И как ученица в дальнейшем пришла опять работать в родную школу. Поэтому стены хоть и нового здания, но они все равно родные для меня. Потому что это те традиции, которые переданы моими учителями. Они сейчас развиваются активно. Это по-прежнему любовь к родине, к народному искусству и к искусству мировому. Это стремление их к классике. Воспитываем, естественно, самые лучшие гуманистические идеи. Продолжаем их в нашем образовании. Педагог художественной школы с 20-летним стажем и сама ее выпускница Софья Юрьевна – талантливый художник, преподаватель. В своей персональной выставке «Софья и ученики Батик», которая проходит в выставочном зале учреждения, она показывает внешнюю и духовную красоту России и ее традиции. В экспозиции представлена работа как автора выставки, так и воспитанников, а также выпускников художественной школы. Каждая уникальна. Образ преподавателя Дмитриевой Софьи Юрьевны складывался много-много лет назад. В далеком 1980 году она была выпускницей детской художественной школы. Также является олицетворением преемственности педагогической династии. Мама Дмитриева Любовь Ивановна являлась на протяжении 30 долгих лет руководителем учреждений дополнительного образования детской художественной школы. И, конечно, для автора выставки этот день особенно не случайно. Она проходит именно в детской художественной школе, в родных стенах, где в этот день нет свободных мест. Здесь собрались руководства, педагоги, воспитанники учреждения, родители и гости, люди, для которых изобразительное искусство открывает удивительный мир фантазии и красок. Когда ты приходишь в класс, ты понимаешь, что этот урок будет очень позитивным. Она учитывает мнение каждого. Я сейчас в колледже учусь на архитектора, и это в большей степени благодаря Софье Юрьевне, потому что она меня в это направила и заставила задуматься об этой профессии. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».